Добрый вечер, мои маленькие друзья! Сегодня я хочу прочитать вам сказку, как пастух перехитрил царевну. У царя была дочь невиданной красоты и необыкновенного ума. Много женихов приходило просить ее руки, но ни один из них не смог сравниться умом с царевной. И тогда царь объявил по всей земле, что выдаст дочь за того, кто загадает ей три загадки, которые она не сумеет разгадать. Но и других царств и государств не нашлось достойного жениха. Про необыкновенную принцессу услыхал пастух с Карпатских гор. Что это за дива живет в царских палатах? А вдруг я перехитрю ее и возьму себе в жены? Сказал пастух товарищам. С этими словами сел пастух на коня и поехал во дворец. Захотелось ему воды попить. Прилег у колодца, зачерпнул шапкой воды и пьет. Пока пил, конь хлеб в торбе съел. Есть одна загадка, подумал пастух и поехал дальше. В темном лесу сбился с дороги, стал к деревьям присматриваться, с какой стороны мох растет, чтобы дорогу найти. Нашел и подумал. Есть и вторая загадка. И поехал дальше. Очень хотелось ему найти в лесу еще третью загадку. И видит пастух охотника, который целится в зайца. Есть и третья загадка, обрадовался хлопец. Прошло много-много дней и ночей, пока добрался пастух до царского дворца. Приехал я, добрый царь, дочь у тебя сватать. Мою дочь, удивился царь, многие хотели иметь ее в свои жены, да ума разума у них не хватило. А я засватаю. Царю понравился хлопец и велел он открыть перед пастухом царские врата. Привел его к царевне. Она даже не посмотрела на пастуха. И говорит, слушаю твои загадки. Первая загадка. Хлеб съел коня. Сколько не гадала царевна, разгадать не смогла. Не знаю, говорит. Хлеб съел коня, царевна. Это моя вот такая загадка. Был у меня конь. Я заслужил его за многие годы работы. Раз съел хлеб из моей торбы конь, а хлеб был отравленный, вот и погиб мой бедный конь. Выходит, хлеб съел коня. Выслушала царевна небылицу и сказала, что такое могло быть. Хорошая загадка. Я бы никогда не разгадала. Вторая загадка. Глухие и слепые, а дорогу показывают. Думала, думала царевна. Я опять не смогла разгадать. И эту не разгадаю, сказала. Это деревья, царевна, ответил пастух. Мы в лесу по деревьям узнаем, где север, а где юг. Опять согласилась царевна, что загадка правильная. Какая же третья, спрашивает она у пастуха. Есть и третья у меня. Мясо убежало, а железо осталось на месте. Сколько не ломала голову умная царевна, но разгадать третью загадку так и не смогла. И эту не отгадаю, призналась девушка. Охотник стрелял в зайца, говорит хлопец. Зайц убежал, а охотник с ружьем остался на месте. Хотел царь или не хотел, но отдал дочь за простого хлопца с Карпатских гор, который оказался умнее всех царских сыновей. А я сейчас вам желаю всем спокойной ночи.